Идем поскрести по сусекам. Сейчас кабачка срежем. Только что или уши или гадюка уповзла маленькая вот зараза Вот такой великан у нас. Пойдем дальше, поскребем по сусекам. Не знаю, по цвету серая. Может и гадюка. Не люблю гадюк на самом деле. Все как бы остальное перевариваю, а вот гадюк не очень. Вот как-то фана сейчас заценим. Ну какой кубишок. Так, что у нас здесь? Здесь у нас мелочь. Горох. Ну что, горох тоже вкусный. Вот так вот. Ничего не делая, можно вырастить картошку. Новый способ в грядах. Так. Так, что сегодня придется мне заняться кошением травы. Синокосом. Потому что мне змеи здесь не нужны. У меня в прошлом году дети напуганы были. Две штуки как раз вот в этом месте. У меня под душем ворота яма. Ну, для того, чтобы вода пикала туда. И там живут жабы. Вот из-за жаб эта живность приползает. Вот, и пугают мне детей. Вот, когда живешь постоянно здесь. И занимаешься синокосом. То змеи здесь и не будет. Потому что змеи шум боятся. Строительной техники, триммеров и всего прочего. Вот лучок, силок. Сажал обычный силок. На супец. Ну, поскребем еще по сусекам. Что у нас здесь? А здесь. Здесь еще одна. Похоже. И не одна. Еще. Так, ручка. Зацепим. Если бы были дожди хорошие. А дождей здесь, говорят, вообще мало было. То, как-то фан был бы классный. Вот такой он. Мелкий. Вот такой стримчик у нас по сусекам. Поскрести. Мне на суп хватит. Пошли готовить суп. Суп у меня гороховый. Варится уже час. Вечером замочил воду его. Он утром уже всю воду впитал. Разбух. Сейчас вот сварился уже до пюре-образного состояния. Сейчас закинем картофанчика. Панируем лук. Все это закидываем. Правда у меня... А, у меня моркови нет. Ну, ничего страшного. Вот так поскребли по сусекам. Сейчас будет у нас супец. Вот, друзья. Готовим супец. Пеночку скинем. Извиняюсь. На такую обстановку некогда заниматься тут приборкой. Плита у меня с прошлого раза не помыта. То, что, извините уж. Ну, такая у меня кухонька небольшая. Здесь у меня емкость 300 литров. Водогрей на 100 литров. Стиральная машинка. Масляный радиатор. Ну, где-то я не знаю. Ну, как? Ну, чуть поменьше, чем в хрущевской квартире. Здесь я себе готовлю. Сейчас помоем картошечку. Кстати, вы находитесь на святое святых. Кухня. Кроме того, что я сварщик и кузнец, я еще и повар четвертого разряда. Готовлю себе сам. Супруга для меня редко готовит, потому что она не знает, как правильно приготовить для меня. У меня свои специфические вкусы. Я вегетарианец, но неправильный. Я иногда ем рыбу, потому что нужно омега-3. Омега-3 есть в льняном масле и в орехах. Орехи у нас, знаете, очень дорогое удовольствие. Это льняное масло для меня пока специфическое. Ну, оно такое приятно, конечно, но к запаху еще не могу привыкнуть. Такой сейчас мы картошечку зарежем. Такой сейчас мы картошечку. Такой сейчас мы картошечку. Вот. Такой сейчас мы картошечку. А знаете, как правильно картошку сырую жарить? Ты ее промываешь после крахмала, высушиваешь на бумажке, жаришь, можно сковородки во фритюре без разницы. Потом, уже за 5 минут до готовности, посыпаешь солью. Знаете почему? Чтобы не пригорало. Вот такая есть изюминка небольшая. Лук красный. Что-то там собака соседская. Я решил не панировать слух. Так бабахнет. Суперс уже через 15 минут будет готов. Добавим специи по вкусу. Будем кушать. Приятного вам аппетита, друзья. До скорых встреч. С вами был Алексей. С кухней.